Верховный суд РФ рассмотрит апелляционную жалобу на приговор Тверского областного суда в отношении жителя посёлка Оленина Александра Чижова, признанного виновным в зверском убийстве 24-летней тверетянки Анастасии Семёновой. Прокурор просил пожизненное, и я просила пожизненное, но почему-то дали 22 года. Благодаря тесному взаимодействию следователей и криминалистов Следственного комитета России по Тверской области с сотрудниками ОМВД России по Тверской области оперативности исследования, получаемой информацией и слаженности работы указанных правоохранительных ведомств, было установлено лицо, причастное к совершению данного преступления, которым оказался безработный житель посёлка Оленина Тверской области. Когда им заинтересовались правоохранительные органы, последний полностью отрицал свою причастность к совершению преступления в отношении девушки, рассказывал матери потерпевшей, что высадил её дочь на дороге и уехал. Однако с учётом полученных доказательств, в том числе видеозаписей с камер наружного наблюдения, признал свою причастность к убийству девушки и показал место сокрытия её тела. С учётом личности подсудимого, ранее несудимого, признание им своей вины в убийстве, его явки с повинной, судом назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 22 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на полтора года. Если честно, я была в шоковом состоянии. После приговора у меня сразу начали тоже брать интервью. Я не знаю, что я отвечала. Я ожидала хотя бы, если не услышу слово пожизненно, хотя бы лет 27 я услышу. 22 года, я тоже понимаю, это срок, но для меня, что случилось с моей дочерью, что он сотворил, я не считаю 22 года для него это ожесточайшим сроком. Ведь всё же было подтверждено, что и изнасилование при жизни было. Всё же подтвердили, почему вот это вот не взяли во внимание, я не знаю. Заявленный потерпевший иск о взыскании 111 716 рублей, причинённого преступлением имущественного вреда и 1 миллиона рублей компенсации морального вреда удовлетворён в полном объёме. Он извинялся, говорил, что если меньше дадут, то компенсация вот эта, я быстрее вам выплачу, я смогу вам помогать. Но дело в том, что мне не нужна ни компенсация, это уже просто по закону, это компенсация. Ребёнка моего не вернёшь. И его прощение, его вот эти, да я даже во взгляде в его и не увидела ни капли сожаления. Человек сделал то, что он хотел сделать. Напомним, 12 июля 2020 года Чижов жестоко избил девушку, сломал ей ногами ребра, затем 46 раз ударил отверткой, а после задушил брюками. Кроме того, Чижов изнасиловал Анастасию. Мать Анастасии Лариса с самого начала судебного разбирательства говорила, ожидает для мучителя дочери только пожизненного приговора. А правиться от гибели единственной любимой дочери Лариса так и не смогла. Апелляционные жалобы на ужесточение приговора в Верховный суд отправила как сама Лариса, так и государственный обвинитель. Жду пожизненного, жду, надеюсь на это, надеюсь, что Верховный суд отнесется справедливее, чтобы уже кто вот это, я не знаю, может меньше с этим начнется вот этих убийств, изнасилований, может поймут прежде чем делать. Напомним, заседание апелляционной инстанции состоится 15 декабря. О решении Верховного суда мы сообщим в патрульной службе.